я напряг ребят чтобы они проверили детектор ищет проводку под кирпичом они готовы ищет сто процентов сейчас мы посмотрим будет и 4 нет комиссию пройдете нет получается показывает давайте посмотрим если реально показывать фамилию надо ввести вот эта точка да мы глубине 6 но он как металл дает получать одно и и и даже не как металл он перечеркнутый металл определил и почему-то что-то резина не магнитный металл металл очень мало и он определил ее как цветной а он включен дополнял бульс расов включил ну если посмотреть 6 сантиметров 6 сантиметров но 120 тоже находил как металл провод по идее должны пульсом она говорит ну в общем получается что он находится металл опять же я могу наверно объяснить потому что в инструкциях везде написано что до 5 сантиметров он находит электрические провода стабильно это вот это 150 до 120 то есть вот этот датчик на 220 вольт но 50 герц который установлен их за счет чего на большую глубину не рассчитывали 35 миллиметров мы мерили если честно не показывал но только 120 как металл нашел до 50 до 6 сантиметров вижу берет металл они вообще отлично находит как бы это да принципе вопросов нет давай посмотрим что у нас дальше на самом деле мы с не собрались на такое мероприятие которое нас пригласил компания bosch чтобы посмотреть что у нас тут из новенького что из старенького они решили прости демонстрации мы мимо проезжали решили заскочить посмотреть что там творится немножко помучим их вопросами немножко по терроризируем может быть что-то интересным для вас будет может быть что-то для себя подчеркнете может быть я уже кое-что кстати увидел пару новинок интересных но в основном конечно все это в деле мы уже в принципе видели но мы можем вам по какой-то тематике в принципе отдельно у наших ребят попросить рассказать пару-тройку слов вот такие вот шуруповерты из новинок я нашел они оба идут бесщеточные а так вот эти шуруповерты нового поколения идут на смену предыдущему бесщеточные есть у вас какая-то информация полезно подняться я знаю что один из них собирается в россии который вот этого 1230 да он еще пока официально не указано что собирается в россии правильно но ваш руководитель говорит что да они собираются в россии я так понимаю эта моделька в комплекте около 7000 рублей будет стоить до 2 амперный а это уже идет как топовая но она покомпактнее и покороче получается крутящий момент известен у одного 15 на 30 у тридцатого да у тридцать пятого 18 по моему на 35 а соответственно 35 ну они пришли на смену пятнашки и двадцатки те соответственно уже снимутся да с продажи неплохо было бы их сравнить с дэволтовскими на дэволтовске они по ценнику получаются подороже он около 10000 10 вольтов бесщеточный и метабовский посмотрим по цене в всяком случае больше говорит что это будет стоить значительно дешевле как это будет в эксплуатации время покажет но это совсем совсем новинку у нас тоже буквально два дня как они появились мы тоже заказали у нас пришли на склад я даже их потрогать не успел уехал а хотелось все таки конечно поплотнее пощупать посмотрите в деле но опять же это надо сравнивать пока не с чем спасибо кстати еще такая вот моделька будет гср-18 в 50 это будет сейчас это в 60 есть 50 который будет стоить значительно дешевле около 10 тысяч рублей соответственно у него будет 2 амперный аккумулятор будет комплектация с 5 амперными аккумуляторами и это будет конкурент 708 шуруповерту дэволт но во всяком случае по цене он будет на 3000 дешевле bosch решил позиционировать себя как более доступны по цене инструмент с теми же характеристиками как это будет в работе в реальности пока неизвестно мы его еще уроки не не получили и нас его еще доступности нету но скоро он появится что у нас на этой станции интересного в принципе все что здесь есть я уже видел и это все у нас многое было даже на тестирование не слушаешь интерес вот этот фрезер с регулировкой оборотов с возможностью цифровой индикации но такой эксклюзивный продукт это получается тонкая настройка а ну-ка понял как раз и идет для тонкой доводки миллиметрах помните была проблема с фрезами на 6 миллиметров потому что фрезер на 6 есть а фрез на 6 прямых нифига нету я вижу вот у компании bosch появились такие фрезы причем у них есть варианты конфигурации разные с прямыми фрезами или фигурными вопрос как бы решился не кстати самый дешевый фрезер стоит порядка пяти или 6000 рублей какая какая 500 по моему называется почему пяти когда мы снимаем что мистер кто-то будет долбить резать или что-то стругать или зато порядок ну да у нас такой индустриальный канал ладно поехали дальше посмотрим что у нас есть кстати разговаривали о том что оснастка x-log имеет ограниченный ассортимент на самом деле вот есть еще и коронки такие кстати надо будет вопрос задать представителям bosch как вот эта вот система относится к попаданию пыли но выглядит достаточно все это серьезно по идее не боится не знаю в реальности как покажет на этом стенде кстати вот эта пила мне привлекает но она конечно же нифига не новинка мы как-то собирались сделать тест-драйв на вот эту вот продукцию на аккумуляторную никак у нас руки не доходят сравнить спилы достаточно габаритно думаю будет с прокурорским аккумулятором очень мощная но сегодня мы конечно сравнить ее не будем ни с чем просто посмотрим кстати прикольный льбокс посмотрите да видите с этими с маленькими отсечками со всякими вот это вот тема конфигурируется по ассортименту оснастки есть видите такие вот фибровые круги в x-log которые будут одеваться примерно вот так то есть мы вставляем сюда насадку потом это все дело вот так и теоретически это должно защелкнуться вот здесь вот давайте проверим ну в принципе защелкнулась то что вас начнет смущать а наверно то что вот это вот металлическая часть она она в любом случае заготовку ну хотя если немножко под наклоном шлифовать он не будет трогать но эти фибровые круги больше подходят для работы с металлом все-таки для сварных швов или для ржавчины обрабатывать древесину вряд ли кто будет смущает меня отсутствие кругов на липучке таких платформ под липучку скорее всего их просто физически нет никто из большевцев комментирует пока эта ситуация не хочет а жаль а жаль кстати эти тарелки на обычную плату на обычную болгар очка тоже вы не тарелки корт щетки они не сяду да нет не поставишь да я уже спрошу про платформу на липучке да или нет вообще бывает по форму на липучке такого плана пока нет да вроде линейка широкая а вот это очень на самом деле немаловажный направление на липучке то полировалки и так далее ассортимент болгара который поддерживает систему x-log на данный момент вижу здесь представлен тремя позициями 925 а это обычная соль 125 с 17 25 с но вот артикул x содержащий означает что система x-log как это будет выглядеть x-log или h-log пока мы не знаем вот но две болгарки самые популярные да то есть это зацепили сегмент дешевых небольших болгарок и здесь соответственно из самых мощных я так буду как понимание будут нам демонстрировать работали системы в деле который мы вам принципе тоже самое демонстрировали но тут будут профессионалы работать а мы так начинающие у нас есть товарищ который приобрел данную пилу где-то уже около четырех лет назад или трех у него столярный цех на протяжении трех четырех лет на себя шикарно показала и вот уже после длительной эксплуатации очень часто у нее появились легкие люфты но она себя правда оправдал уже около ну 10-15 раз это точно а сейчас он перешел на другой бренд не буду говорить какой на то мне пик кирпич в голову прилетит но на самом деле он себе и остала него параллельно работает режет на черновую тому на тех местах где очень высокой точности нужно на самом деле себя этот машинка если вы стесняетесь брать не брать она на самом деле оправдывает своеобразный механизм движение немножко непривычен для нас но тем не менее он есть давай покажем лапа лазерная подсветка высота 104 миллиметра пиления это та самая вещь которую мы приезжаем смотрим и все время очку заказать потому что она стоит дико больших денег она реально ну машинка очень дорога миксер вижу что его его убивали очень достаточно долго в работе он был но блин он очень дорогой очень дорогой вот эти вот штуки алмазные коронки я знаю что полгода назад bosch собиралась выпускать эти алмазные коронки и спрашивали каким фактором основным будет для покупки этой корон колонки коронки игра основным фактором покупки коронки будет ее стоимость она будет стоить до 3000 рублей люди будут покупать я не знаю прислушивались к нашему мнению полгода назад но сейчас на коронку я вижу вот она уже готова сделаны и эта коронка для алмазного стреления без удара тут вариация для дрели есть и соответственно вариации для перфоратора как она работа деревья думаю нам ребята продемонстрируют полотно для starlock для мульти резаков сделано специально для того чтобы можно было вырезать квадратные отверстия до витя здесь она специально то есть заходите в заготовку у вас нет вот этих вот пересекающихся за пилов соответственно раз 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 под какие-то коробки без картоне на самом деле это полотно такого боша есть мультиматериал я кстати нашел еще одну болгарку секс локом 14 125 артикул но она без регулировки но она тут сделана хитрая из нее сделали типа штабореза или на штаборез конечно не похоже то больше для одной борозды но тем не менее из как-то нам один товарищ в комментариях по системе кто сказал блин x-лок и не подходит чему потому что на него можно поставить только один диск яхать ставлю два диска делаешь травм будет на обычной системе но ведь и вот нюанс да вот x-лок был для одного только диска а кстати вот это кожух он очень прикольно да есть видите можно регулировать глубину от нуля до 25 выставлять по-моему около 5000 рублей такая штука стоит интересно на аккумуляторной болгарки он ставится по идее должен ставится еще аккумуляторный пылесос кстати аккумуляторного пылесоса здесь я не вижу а он давно уже вышел на рынок не вся линейка здесь аккумуляторная представлена жаль придется больше напрячь чтобы они привезли к нам в гости и сделали небольшую презентацию непосредственно на месте а этот резная пила которая видите имеет непосредственно диск пильный до зубчиками соответственно это обычная пила сделала наверно для того чтобы ну как принципе понятно для чего не сделали для того чтобы более качественные профил для то чтобы соединения вот если вы используете спинными дисками углы соединений будут более качественные и для сварщиков работа упростится намного но единственный минус имеет по ценнику конечно они подороже выходят эти пилы у нас есть заготовки можно будет ребят попросить чтобы они попилили я думаю до этого мы дойдем интересный интересная конфигурация зуба у алмазного диска очень похож практически на пильный до у него сделано такие вот зазоры для того чтобы ускорять пропил прорез берет металл бетон соответственно пеноблок универсальный но мне кажется они не очень дешевый прикольный вот таких у нас кстати ни разу не было в продаже больше всего пользователи отмечали как раз в части которые теряются это гайка ключ очень часто нам говорили про неудобство про неудобство работы в перчатках довольно часто мы слышали ответ что шлифование поверхности получается неровным за счет того что кайка может ее задевать часто мы слышали о том что не гарантируется максимальная безопасность и представьте теперь что бош пришел с ответами на все эти проблемы вышел с мировым стандартом который способен действительно стать стандартом на рынке ближайшее время да сейчас это звучит как инновация но очень многое из того что звучало как инновации некоторое время назад сейчас уже довольно привычно и обудено я думаю что поскольку у нас здесь в основном мужская аудитория все помнят вот такие вот бритвенные станки и сборные с опасными лезвиями по крайней мере у моего дедушки был такой сейчас уже все пользуются джилет никто не вспоминает о том что когда-то могло бы быть по-другому нам сложно сейчас представить что когда-то лыжные ботинки к лыжам крепились не одним щелчком just one click всего один щелчок это справедливо и для нашей системы x-log и почему мы говорим о том что это стандарт бош уже не первый раз выводит мировой стандарт на рынок вспомните 76 год когда мы увидели сдс плюс 10 лет назад на 10 лет после этого пришел здесь макс 2016 году мир увидел старлок и сейчас очередь x-лока это что-то невероятно интуитивно простое оснастка которая крепится буквально одним щелчком достаточно поставить диск отцентровать его и закрепить для того чтобы высвободить оснастку достаточно нажать рычаг система разработана таким образом что установить диск неправильно просто невозможно и это в том числе актуально для дисков для которых важно направление крепления например это алмазный диск система достаточно надежно и инженеры подумали о том что у кого-то могут возникнуть сомнения в том а не высвободится ли диск во время работы и этот миф мы тоже решили развеять наш тренинг записал короткую лидер предлагаю посмотреть я думаю что в течение сегодняшнего дня мы все еще раз можем протестировать иксок в работе на каждой станции он будет представлен мы может действительно верим что этот стандарт покроет не менее 30 процентов рынка в течение трех лет в восточной европе 25 сентября на старту первой продажи а шестисетевых моделей мощностью от 900 до 1900 ватт широким ассортиментом оснастки который сейчас уже включая 130 артикулов будет только расширяться начале следующего года мы представляем еще три аккумуляторных модели может сделать эту систему открытой то есть это открытый патент который могут приобрести другие производители стандарт невозможен без того чтобы быть распространенным повсеместно сейчас уже более 50 производителей оснастки рассмотрели предложение по патенту 21 производитель подтвердил свои намерения и приобрел патент в их числе снгбн в числе ферп который уже заявил о продажах в их числе бронг и многие другие что еще нужно отметить на систему мы даем гарантию дополнительную расширенную таким образом мы как компания уверены в том что эта система надежна экстра гарантия распространяется на полгода действует с момента покупки с 25 сентября по 25 марта и включает себя множество преимуществ таких как бесплатное обслуживание таких как бесплатная замена запчастей многие другие мы будем коммуницировать ее на нашем сайте на сайте наших партнеров по всеместным магазинам но она и и я я бы так сказал что как-то с опаской все таки люди к российскому это например автоваза наверно потому что некоторые некоторые но неком не да некоторые как бы такую как-то в россии очкует как-то им привычно что китайские лучше да вы знаете дурной пример антерскола когда они в россии производство свое запустили как они провалились жестко я на заводе в ангелсе был я видел как все собирается мне нормально мне удовлетворить мои потребности удовлетворила качество сборки я визуально не отличил но китайская сборка гбх-224 собирался в германии а потом стал китай собираться до качество чемодана вот точно сразу плохой это новая типа это аналог эльбокса да что-то там выдешевленная версия ну чуть-чуть изменено да поэтому да мы на самом деле думаем для нас важны те продукты которые мы делаем в россии да это во-первых структурирование качества это структурирование профессионального производства вот мы сейчас очень тонко относимся к теме именно стоит на это сделать акцент с точки зрения коммуникации а я понял да и там есть что показать да но вот как вы сказали вот этот момент автолазу да насколько это действительно будет преимущество я помню да у вас была эта тематика сделана в россии там до стендовый я так скажу что успехом у публики эта тема не пользовалась никаких патриотических волн людей по этому поводу не возникает а вот уже сделано в россии вот это круто вот дачи и Clearly да они говорят 먹어부емowanie да что что нет ничего такого что бы я не стал е一次 Some some The Why Way Ну Parece 那12-30 давайте подумаем что нибудь сделатьī с vêndso 12 вольтowią потому что с точкой зрения в구맅 ассортимент а мы на самом деле хорошо смотрим 12 вольт..? Вообще ассортимент начинают собирать когда покупают шуруповёр да то есть получили шуруповерт а потом начинает уже добирается вся эта линейка я когда больше говорю два года назад ребята вы выпустите 18 вольтовый дешевые шуруповерты с 3-4 амперными аккуратными чтобы люди начали покупать всю странную линейку а мы подумаем там да что там и сделать в итоге они нихрена не сделали 18 вольтовый шуруповерт начинается 22-24 тысяч рублей в макете они стоили 13 макетовские набирали потом докупали линейку а в больше как они остались там не популярные эти 18 вольтовый 25000 рублевый ну в общем это вас вот эта линейка тормознулась за это у нас немножечко большая разница была между самым доступным и уже моделями которые полтора ампер ну да 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 вот этот провал когда вы еще приезжали в красную поляную ребята сделайте что-нибудь рынок просит а кстати не хотите нет нет не планируется линейки альтернативно это как промо акции типа метабо макита что-то типа с одним аккумулятором за низкую цену планируете они прям нормально стреляли с этой темой они очень хорошо метабо прям так нормально стартаном они не подходят для того чтобы пользоваться и для того чтобы купить инструменты затем 3 с полна 5 часов и мы говорим сейчас про какой про на то были у макеты но макета трешка трешки да но это же мы говорим сейчас информация которая была там два года назад она была очень актуальна вы начали с новой платформы прокор да она реально как бы неплохая действительно хорошая только отдача на ней можно построить серьезную технику у нас будут инструменты которые будут именно адаптированы к этой системе чтобы брать наибольшую мощность от аккумулятора но я не знаю честно говоря когда закинул в инстаграм вот этот вот 12 амперник такие вот таким раньше вид мамонтов убивали аккумулятор а они были на это только на армия красно-торцовочные пилы на какие-то такие вещи то есть мы еще прикололись его на шуруп 180 поставили вечно аккумулятор один раз зарядил бы всю жизнь диски дешевые такие появятся или нет я думаю что они появятся или хотя бы практиками бумажки которую я видел с названием брендов подписавших инстанционное соглашение налоги не дай бог не надо она не должна быть ну как стать не вот есть просто реально нормально российский то есть мы производитель там да а это конечно луга но его нахер ну вот нюанс да мне кажется успех системы зависит от стоимости от снастки с она будет стой 20 рублей она будет у нас да у нее хорошее хождение поэтому за это уже стоит платить пока на самом деле бренды которые с нами вместе подписались этом уровне вот блин вот честно а мне как бы ну ребята отзыв оставляют что оснастка бошевская война вот по дискам как бы вот этим по отрезным но не самая крутая как бы есть там получше ребят но это такие как бы данные что они ждут они провели лежат какие они работа выполняют надо очень конкретно смотреть на каждый случай вчера в сервисе вместе сидели но ребятам принесли новую к засе коронка для бурения можно машине но на ней на ней даже краски не зашла горит но она горит бетон не перед а вы пробовали не свернет а вы пробовали вообще нужно не краска до сих пор если ее приложить она сама нет я с ним разговариваю но как бы стакет боят у нас случай подозрительная человеком восемь лет курить не может кирпич может он не заходит мне он видео пришел вроде договорились данная тема видео то есть мы совершенно точно заинтересованы потому что у нас не было таких и когда они бывают мы реагируем однозначно правильным способом заменить деньги вернулись вопрос то что частенько у нас я к нему не умею как с вашими дисками которые у металла на для монтажных пил да да за что с ним ставят его в пилу которая не предназначена для работы с такими дисками да нет такую информацию нету как правильным работать ну да заводят неправильно можно убить диск с первого раза ну да вот такая книжка а как правильно я честно говоря не в теме насчет дисков это для монтажных пил что ли да но там же определенные обороты на этом если на на пиле если абразивный диск заводится лапа и постепенно просто мотивирует аккуратно проплавляет материал то этот режет достаточно резко уверенно четко его погружать не боятся если вот так вот чуть-чуть потрогать сверху например человек трубу отрезает пока его тихонько сверху уверенная подача как об этом написано это можно с первого раза сделать получится человека без особой практике об этом написано в инструкции даже диск даже диск ну а кто же их читает когда в больших объемах в основном используют вот такой спекционарный инструмент вот с 355 диском абразивный диск чем хорошо вот это вот новшество обновленных отрезанных машин а то есть сейчас их нет но их не было до этого это было да уже функция была уже в этих функциях до новых ну вот много 1424 они этим и обновили понятно помимо мощности у них вот появилась вот это вот который позволит вам уже зарабатывать вот такие вот уже диском да да такие маленькие отлично может быть его и попилим работает супер 11000 12 рублей это так а то что на диск на 1 или есть достойно и дорабатываем его доказать сколько он стоит в районе дип вы лучше нам расскажите как правильно работать вот этой вот пилой а вы не знаете как правильно работать чтобы не зуби не испортились на ней на диске а разве диски с на разное количество зубов по металлу идут объясните почему разница для чего какой материал вроде как хочется получить но подразумевается до чтобы большее количество зубьев числе резали чистый рез на самом деле в машинах по металлу это работает наоборот чем больше зубьев если у вас будет тонким зубья очень быстро будут садиться а поэтому многие жалуются вот смотрят двое восьмидесяти зубовый диск а блин у меня чистота резок возрастет в разы поэтому я его возьму и буду резать жизнь и после этого количество резов диск садится его приходится передачу что не происходит а чтобы диск не садился правильно как начинать запил нет резко как ваш коллега сказала да уверенно и стильно надавить на машинку и резко начать запил или вас показания не сходится совсем резко потому что говорит зуб стирается степла на заходишь на заготовку опять же надо получить некий баланс между резким и плавным заходом качество пропила не поменяется качество не полу не поменяется опять же мы плавно перешли к следующей пиле на отличие отличительные особенности вы это знаете вдруг кто-то не знает этой пилы в том что она использует уже не абразивный диск а металлический диск с твердоскалом плавным зубом в этом случае мы получаем именно чистый рез в случае сообразим это идет на перетирание здесь мы получаем чистый рез без искор плюс ко всему он получается холодный весь твердосклав боится ударных нагрузок то есть как только появился удар вы получили скол на зубе блин а как-то не сходится по сенс получил чему вы с коллегами не определились получается один говорит я ноту вас на последней станции товарищ плотный надо плавно гайд заходить нельзя диск под нагрузка начинает если есть именно по металлу мы говорили он говорил в отношении не не металл металл мы метра металла речь шла не позже знаю странно здесь всегда мы говорим о том что твердосклав он боится ударных нагрузок то есть если мы начнем вот так резко бить вертосклав тут же сколется можем проэкспериментировать давайте реально сравним как бы это не кажется это будет интересно плавный заход в заготовку и резкий конечно да вот мы и мы не сможем оценить насколько диск повредить если там это будет плавные заходы в заготовку ай это было не очень согласен да да спасибо да грязь реально можно повредить сработала защита правильно нет я знаю а теперь давайте вы проанализируем да где он зашел а похоже где-то здесь да мы видим что при резком заходе мы получили скол на зуб это скол да или просто стружка по моему стружка 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 струкнил зуб вот здесь до идет то есть вы рекомендуете все-таки пользоваться плавным заходом давайте попробуем британа вашему коллеги потише бы в зубе информацию не вводил отлично вот это другое дело до давать по 45 до о чем я говорил мы получаем холодный рез никаких ожогов никаких пузырей за счет того что мы получаем нарез а очень хорошо работать с резьбовыми соединениями либо какой-то болт его необходимо отрезать а константная электроника она здесь как-то обозначается обычно на что и да и регулировка скорость молчание подразумевает регулировку оборота значит на константная электроника еще смотрит она смотрит усаде не факт в это же маленькая болгарки 925 там же нет как раз таки больше не снял за того что получать из-за нее были все проблемы или раньше рассказывать про то что это разные функции на данный момент любая регулировка обороты через электронный блок управления если у тебя есть электронный блок управления двигателем он может отличаться в некоторых параметрах в аккумуляторной технике по съему мощности с аккумулятором есть разница если мы у вас какая-то скорость это это определенная мощность работы двигателя на определенных оборотах если вы пытаетесь ее задушить запрашиваемую мощность растет вольтаж остается прежний она начинает пытаться добавить больше всего оборотов добавить обороты за счет дальше у нее срабатывает обороты у меня вроде как уже у меня какой-то параметр достиг когда будь то соответственно потребляемая мощность или обороты и дальше мы смотрим что нас ограничено то есть если у нас были выставлены обороты она понимает что окей меня задушили я дальше сопротивляться либо вот теоретически ставите больше оборота но интересно мне будет интересно проверить что все-таки регулировка оборотов это может сделать вот у нас говорят ребята что это такая больше решать придуманную проблему то есть в том что как бы на самом деле потребности это как бы особо не то есть есть если допустим обращаться к резкой допустим смена оснастки то профессионал возьмет две болгарки был одной раз зашлифовал другой 2 зашлифовал там 1 2 ну вот это как бы это вот этом комментарии это вот мнение непосредственно как бы пользователи да то есть это не не то чтобы как бы я придумал за то что написать по аккумуляторным но есть люди году на несколько аккумулятора тоже для этих дел подходит но тут еще даже беде люди гатом технология интересно можно ли купить отдельно переходник отвечает что вроде как можно вместе с редуктором да то есть всю часть как бы поменять да потому что болгарка 115 тысяч рублей а редуктор стоит пятерку да по идее теоретически можно поменять кстати просили разобрать и посмотреть как он внутри устроен нельзя но у меня то есть такая болгарка я могу ее разобрать посмотреть да вот реально как эта технология внутри устроена очень действительно интересно пользователю но я знаю почему нельзя как бы потому что вы покажете что там блок идет как бы в сборе естественный выход его из строя это большая трудозатрата по деньгам на сервис на ослуживание половина стоимости ремонта очень простой мы не хотим чтобы люди в принципе дома занимались объекте и могут тех кто быстрее мы говорим про крайне маловероятную ситуацию выхода из кикс локового строя замена самого узла производится ли там но отдельно узел не разбираем до 5000 рублей да по моему стоит узел так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok И кстати, многие пользователи спрашивали, как же все-таки с бетоном будет вот эта система Ведь бетон очень противный, да, и вот это вот все будет теоретически стираться, забиваться пылью Тестировалось с бетоном, больше того, у нас уже есть публикация от российских ребят, которые тестировали это отдельно тоже с бетоном После чего они разбирали узел отход и не нашли там следов бетона И сам механизм? Там есть специальная вставка, которая не пускает пыль вновь Само собой, все в жизни Я так понимаю, раз здесь стоит такая пломба, это значит, что нельзя туда вовнутрь лезть, правильно? И смазку, соответственно, и так далее, да? Редуктора Это серийная машина Нет, то, что здесь, это чтобы сервис сразу видел, что внутрь было проникновение То есть мы в сервисе не ремонтируем бесплатно машины по гарантии Если внутрь инструмент... Даже смазку, да, если тут... Нет, все обслуживание инструмента происходит в сервисе Можно снять, грубо говоря, вот эти четыре винта, да, чтобы мне эту внутреннюю часть не разбирать И она просто, и эта крышка снимается Ремонттор можно самим переставлять? Нет Нет Ну, то есть, конечно, вы можете это сделать, если вы технически пакованы Просто в том, что... Речь идет именно о повороте, да? Любое вмешательство в конструктивное именно о повороте Можно, можно, можно То есть это не будет с летом с гарантией, да? Нет, нет А у Макеты с летом с гарантией А вот же там стоит прокладочка, и некоторые ее при повороте теряют Есть нюанс, смотрите, если вы отличиваете вот эти вот четыре крепления И вы, проворачивая инструмент, вынимаете с держателей ротор двигателя Он с них слетает, и вы его вставить обратно не можете А это иногда случается Это не гарантийный случай То есть вынимать нельзя? Если вы сделали это аккуратно Обычно вы так сказали, что позырить якорь, да? Нет, 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 нет Это делается так, вы вынимаете четыре Поворачиваете Плотно прижав Поэтому мы не рекомендуем, честно говоря, это делать Ничего не вынимая, вы закладываете, завинчиваете обратно И именно из-за этого не на всех ушейм это можно сделать Есть ушейм, у которых здесь есть пользовательский интерфейс Ну да, это который с регулировкой оборотов Ну, с цифрами, да? Вот на них этого сделать нельзя Почему? Потому что там вы вынуждены из-за этого интерфейса Вынимать полностью вот эту часть и сделать это аккуратно практически невозможно Ну, смазка получается здесь по регламенту никогда уже получается не требуется То есть туда влезть в смазку В смазку влезть нет смысла Но если вы приносите ее в сервис по какой-то причине То сервис обязательно заменится Это отдельная штука, для ее коснуться Мы знаем, что с бетоном это работает абсолютно корректно Но для тех пользователей, которые сильно беспокоятся У нас есть экстра гарантия, которая действует первые 6 месяцев с момента продажи В ней покрывается все абсолютно Даже не гарантийный случай Включая сервисное обслуживание за исключением, в принципе, двух вещей Это физическое уничтожение инструмента Ну, то есть если вы просто его разбили, да? То есть если корпус у него разбил Или, опять же, вмешательство в конструкцию инструмента Ну, то есть вы пытались разобрать сам редуктор, да? Вы снимали, что-то делали Вы открывали, пытались что-то со щетками делать В этом случае экстра гарантия не действует Самостательная смена щеток, в принципе, запрещена, да? Это считается, да, сервисная операция Поэтому делать ее необходимо в сервисе То есть если вы сами поменяли щетки, то вы гарантия не действует Хотя у нас, вроде как, многие профессионалы любят, что во многих инструментах Легкий доступ к щеткам Здесь для кого актуально? Люди, которые никогда не поедут в сервис Север, Ямал Икслог это тема сегодняшнего мероприятия У нас чистовая отделка Я хотел бы обратить ваше внимание на диск Multivill Диск, который предназначен для работы угло-шлифовальной машиной с деревом С пластиками Со сложными породами древесины А именно породы древесины, где встречаются гвозди Такие тоже есть И с фанерой и прочими материалами Итак, один щетчок диск установлен на угло-шлифовальную машину И в качестве тестового материала для этого диска и для этой комбинации Используем другую болгарку, да? Ничто! Мы попробуем поработать с подоконником Есть ли желающий? Олег? Мы работаем угло-шлифовальной машиной Взибе Тем самым она относительно оператора Оказывает именно те усилия, которые, естественно, вы ее тянете к себе Итак, включаем Перфоратор ГБХ-18В-26 18-ти вольтовая платформа Работает на 18-ти вольтовых аккумуляторах И к нему пристыкована система ГДЕ-16 Система пылеудаления Где 16? Которая активная В ней есть электродвигатель, который всасывает пыль и шлаг, которые образуются в процессе сверления Конструкция получается компактная Ударопрочная, ронять можно Проверим Пробуем Ай, блядь! Держится? Ну и все, надо Кормить Не все А если подкинуть? Ну, за все оплотина Ну, реально, со второго этажа я себе допустит !! И так, она backbone Устала Сыне Скорее всего, даже Не сама система система ушел самбур а до дара нет он молодец это круто только сомневался и обратите внимание что абсолютно нет пыли в воздухе то есть все что собирает он собирает во встроенный компьютер и так на самом деле конечно кидать перфоратор с системой пылеудаления это не очень хорошая идея потому что защелку мы там все-таки сломали но сам перфоратор оказался живущий система тоже живучая она работает но есть где лично мне конечно инструмент жалко жалко с одной стороны не жалко другая потому что он не мой самое интересное мы же детектор проверили и опять у нас не очень приятные результаты оказались в общем он detect 120 detect 150 находит провода находит реально только как металл до наша теория была подтвердена поэтому всем хейтерам привет лайкусик так что все нормально я очень люблю объясняет себя сам 50 тысяч рублей да по-моему в рознице рекомендуемая розничная цена по моему в районе 70 не сильно точное высказывание потому что ближайшие технически близкий к нему конкурент дороже стоит опять же следуя тому что в интернете про него пишут 180 то есть на на фоне технически схожего конкурента цена очень агрессивная и он проверки потребитель денег стоит что он делает это по сути своей два фотоаппарата в одном корпусе фотоаппарат работающий в оптическом диапазоне делающий привычные нам фотографии и фотоаппарат работающий в инфракрасном тепловом диапазоне и результатом измерения является наложение двух изображений друг на друга результат измерения вы можете выгрузить в планшет в персональный компьютер и уже работать с этими картинками по своему усмотрению видео не записывать видео нет он делает фотографии при этом тепловая картинка здесь динамичная то есть одни и те же цвета для разных объектов могут означать разные температуры рабочий диапазон от минус рабочий диапазон поверхности измерений от минус 10 градусов до плюс 400 область применения наверное очевидно всем отопление вентиляция установка окон фасадные работы электрика мостики холода электрика оценить состояние распределительного шкафа можно в течение одной секунды некоторые проводку так если допустим не удается найти детекторами она дает более теплые под нагрузкой если проводка нагрелась она просвечивает через стену отлично себя зарекомендовал при поиске элементов теплого пола будь то электрические будь то водяные там наглядно видно прохождение этих элементов в полу автосервисы почему нет поиск пробок в системе воздушных пробок в системе охлаждения оценка нагрева ступичных поочипников например вот то есть прибор очень разносторонний прибор действительно полезный достаточно им в течение 5 минут поиграться и понимаешь где бы я мог бы его использовать и в домашнем хозяйстве что еще циркулярные пилы привычная казалось бы циркулярная пила но с аккумулятором питания и конкретно эта модель не ходит в обозначении отсутствия буквы 18В57 и 18В57г вот буква Г как раз предназначена в том числе и для эксплуатации с шиной а инструмент который хотелось бы показать в работе это то что не каждый видел наверное это погружная пила не планируется ли такая вот машинка аккумуляторная планируется именно поэтому мы сначала запустили проборки аккумулятора а потом в ближайшее время я думаю что это может быть начало следующего года погружная пила появится и на 18 вольтовой платформе я закрепил щену ну к сожалению не очень устойчиво то что у меня получилось погружной пропил по шине то что используется например при выпиле отверстий под установку например моек при монтаже кухни специальный инструмент это страборец который вам позволит сразу использовать два диска да плюс ко всему вы вот этими проставочными шайбами можете регулировать ширину вашего ряда мощность этого инструмента 1400 ватт да? 1,4 по-моему ага он что более не даже вроде как на базе болгарки все равно да выполнен они все похожи на угло шлифовальные машины редуктор другой что ли? здесь во первых улучшенная защита от пыли чуть больше брони как на статоре так и на роторе и плюс ко всему есть электроника которая скажем так контролирует ваш разум если он у вас отключился можно попробовать есть желающие задавить ее кстати было бы интересно да а есть у нас бетон да? попробуем давайте вот у нас бетон включается включение производится вот здесь да? у нас бутылки пружинка а 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 но остановить можно скажем так электроника и загорится вот этот красный перегрев я перегруз перегрузка по максимальному току электроника через некоторое время отключит инструмента бы вы его со всем не спалили также почувствовали работу константной электроники там пытался вы его сдавили он дался поддержать обороты то есть но я честно говоря в экстремальных специально довел не пытался работать пытался его остановить такая вот задача да и стояла почувствовать что это такое почему и чем отличается угла шлифовальная машина в этот мы условно до поставили угла шлифовальную машину вы бы ее задавили просто в нара у нее электроника немножко алгоритм работы электроники немножко по-другому сделал пусть он не рассчитан на такие максимальные нагрузки я бы сделал тест штаборезов именно взял бы несколько штаборезов 150-х например и погонял бы на экстремальные нагрузки мне кажется что это было бы интересно можно было бы еще с бытовыми сравнить профессиональные но если честно этот штаборез как бы ну если на него надавить он устанавливается реально может быть это неправильно но пока вот не сравнись с другими это не прочувствуешь надо будет сделать давайте лучше что чего у нас не было у нас это я так понимаю будущих хит-продаж 12w30 и 12w35 собственно 12w30 на замену выходит 12w15 но не флексиклика да 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 и по цене примерно одинаковый дабы нет в районе 6900 до станет на сантиметр короче на мой взгляд чуть чуть более раздут именно в плане двигателя электроника будет отличаться он более толстый если сравнить с аналогичной модели то вот сам движок самый главный приоритет в том что он бесщеточный он бесщеточный куда мощность характеристики мощностные у них одинаковые или разные максимальный крутящий момент 30 как у старого так нового минимальный здесь 18 у старого не сильно возраста а вот у 30 кота чем у 35 то то же самое как было у старого основное отличие это компактность тоже бесщеточный двигатель но он более узкий до получается если сравнивать эти два дома это опять же отличие в электронике то есть сам по себе он будет лучше и покороче чуть-чуть по деньгам раза в два до около 11 до 12 до на откуда он она здесь тоже в сборе идет или отдельно все таки позднее по зарплате понятно животрепещущий на самом деле наболевших конкурентов наболевший вопрос максимальный диаметр для него десяточка двадцатка мы уже тестили тут вторая передача будет справиться кстати ну давайте попробуем причем бы нет ну именно мне хватает или для того чтобы это пытается но очень тяжело чтобы на первой передачи на придет это который тридцать или за это тридцать на ну вот так не будет точно такой 20 максимальный диаметр для этого шуруповерта обратно по реверсу не выйдет даже немножко другой стружка стружка не вышло да то это стружка забилось только не на стучок да она суда да 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 но очень на самом деле гармоничная лесенка получается и сейчас должен утопить последний ну чуть-чуть но это же неоднородная структура в принципе как бы тоже нормально да я считаю что нормально 5 доната разогнать под ноль не так не тогда шестой под ноль тогда петя не капризничает да давайте вот это да существует сейчас уже теперь такие вот наборы они смотрю еще уже прям такие прям не пол и шлифовки даже старой машины да есть и для их локом это уже за бортиком он приятнее он действительно немножко получать секс локом единственное что здесь получать да мы не можем поставить на предыдущую версию машин да то есть если мы диски отвезли и говорим алмазный мы можем туда и сюда ставить то здесь только чисто подошло поэтому поднести не успела же система сработала ведь уже почувствовал что коронка близко и раскрылась раньше как вас этот научили из неловких ситуаций выходить все время красиво я стараюсь так вот что мне нужно сделать поскольку нет сутровки и охлаждаются боком заходим я должен дам боком поставить вот такими вот вращательным движением грузиться нельзя задавливать полностью материал сашку просто алмаз она может быть это капель или керамогранит керамогранит напольная плитка неплохо для керамогранит ресурс достаточно большой да у них получается больше чем у черных коронок которые но есть небольшой минус стоимость у них достаточно немалая правильно я могу с помощью этой алмазной фрезы да вот это интересная штука первый раз сделать его слегка не ровно но здесь тоже такой же нюанс нельзя держать на одном месте нужно постоянно чтобы не подгорела до до сжечь алмаза потому что на высокой температуре она была ровной да нет нет она такая вогнутая и есть именно для чего она такая вогнутая в этом месте чтобы она стремилась всегда заниматься ранее положив чтобы она меньше вас выскальзывала из рук она была бы ровная вы повели бы вверх она бы выскочила а здесь она стремится именно занять центр ведь что-то за товарищ обзоры делает неплохие подпишусь наверно на него ладно развлекаться не будем по поводу сегодняшнего мероприятия хотел сказать заключительное слово но сегодня мы посетили мероприятие бош который организовали они в москве они сделали тест тест драйв своей продукции если честно я хотел приехать и видите много новинок но к сожалению новинок много я не видел практически вообще не видел на ино потому что то что я видел это максимум шуруповерт и бесщеточные 12 вольтовые две штуки которые как говорит бор должны порвать рынок хвост и в гриву в бесщеточном сегменте потому что они будут стоить очень ну начально нишевая цена 6 900 и выше в этом не имеет а это было мне интересно я считаю что это перспективно они хотят отобрать сегмент у повар макса посмотрим получится или нет но бесщеточный сегмент конечно получился по цене достаточно привлекательны лучше чем 700 первый шуруповерт доволт по ценнику тоже получится но нужно их проявлять в идее как про идеи когда мы все это соберем и сделал тестирование и это уже будет готово второй вариант второй момент который мы сегодня увидели сегодня была такая попытка в компании больше собрать всех блогеров и постараться максимально популяризировать свою продукцию среди них то есть приучить людей как сказать к своей ну они хотят немножко укрепить за собой позицию в ю тубе ну на самом деле почему бы нет как бы просто всех пригласили бесплатно никто никому ничего не заплатил естественно мы мы я акцентирую на этом не раньше некоторые дятлы долбят нам говорят вам кто платит вы как если кого-то хвалить иначе вам платить и кто-то ругать и значит он тоже платит блять заплатите пожалуйста нет ладно нет не надо ничего не платить я шучу на самом деле говорить свое мнение это намного дороже чем то что ну чем то что можно получить за это это первое второе мы не на этом не на ю тубе зарабатывать для нас что просто хобби поэтому не обязательно вот такой сне получился божь день день тестирования протестировали и оснастку и электро инструмент если честно все это дело я уже наверно третий 4 раз тестирую я просто не делал на это видео обзор но это все же как бы было это все не новинки это продукции которые давно уже на рынке просто мы ее попробовали в деле чуть-чуть подмучили я там изуродовал пару вещей рубил перфоратор который стоит 50 тысяч рублей ну как это знаете не моё не жалко называется я спросил можно ли его бросить реально действительно перфоратор грохнулся действительно он кое-что там от него отлетела зацеп но он работает как бы реально перфоратор который упал с 6 метров да он действительно работать нормально считаешь со второго этажа со своими перфораторами а такое бы не сделал бы никогда если честно торцовочные пилы кидать нам не разрешили и слава богу хорошо ну вот наверное все спасибо компании bosch что пригласил нас у нас конечно очень много вопросов к системе x-log на самом деле мы пока сами точно не знаем взлетит или не будет это x-log или будет это х-log вот х-log это если он не взлетит x-log если он залетит поэтому все будет видно уже конце концов через два-три года когда мы уже будем подводить итоги этой тематики вообще аритма тема всего лишнего мероприятия было вот именно это вот система x-log который по идее в принципе наверное имеет шанс но это вот все таки пока не подтверждена информация все спасибо большое что были с нами это была компания папа карло ставьте ничего не ставьте мы же договорились в отпуске месяц отдыхать и не ставьте лайки нету ждать до свидания пока